На связи Борис Соколов, и в этом видео я расскажу личный опыт покупки квартиры в Дубае. Почему я купил именно эту квартиру, почему купил в этом районе, на что нужно обращать внимание для выгодных вложений, и на сколько уже выросла квартира, сколько она может, например, давать доходности в аренду. Вообще я инвестирую с 2008 года в недвижимость в России, за границей, в ценные бумаги. Так что, возможно, вам мое мнение будет интересно. Вот такая большая книжка, это договор купли-продажи. Ну, застройщик вам пришлёт либо домой, либо даже в России. Я взял в офисе компании Палладиум, вот мой этаж. Вот моя планировка. Студия. Вот сейчас покажу тут планы всех этажей. Вот ещё только нету. Как раз здесь будет на 11 этаже бассейн. Здесь тренажёрный зал, ну ещё у вас есть парковочный мест, пеймент-план. То есть можно заплатить всего там 20%. Такие объекты есть в других районах. Это 4%. Вот сбор ДЛД, и вот платежи. И платёж окончательно может быть после окончания строительства. Есть и другие районы. Почему GVC? Просто есть другие интересные районы, другие интересные локации. Но в других там локациях, понятно, в бизнес-доме, например, хорошая локация, не хватало бюджета. Поэтому не стоит думать, что только именно этот район покупать за 160 тысяч долларов. Поэтому все вот эти интересные объекты в разных местах города есть в телеграм-канале. Я купил квартиру, вон там за мной стоит кран, вот до этого парка мне 2 минуты пешком. Почему Дубай? Ну смотрите, курс российского рубля постоянно падает. В протяжении долгих-долгих периодов исторически сложилось. Каких-то предпосылок к тому, что он будет расти, никаких нет. Сейчас его держат максимально, возможно, до президентских выборов. Обязывают экспортеров продавать валютную выручку, максимально подняли ключевую ставку. Ну, делают кучу других вещей, об этом есть подробное видео. Кому интересно, посмотрите по ссылке. Но даже без этих вещей, ну, если вы живете в России, то вы сами знаете, курс рубля постоянно падает. Поэтому я всегда сохраняю деньги в валюте. Где сейчас можно сохранить деньги в валюте? Это либо иностранная недвижимость, иностранные акции. Ну, сами знаете, кто вкладывал в Россию с русским паспортом, в иностранные акции, у любого брокера. Большую часть акций заблокируют. Всегда есть листья блокировки акций, американских, европейских. Вкладывать просто опасно. Наличные доллары, долларовые счета, очень многие банки в России, много будет комиссии. То есть риски держать иностранные активы в России, там валюта или акции, очень-очень большие. Китайский юань, очень волатильная валюта, зависит от компартии Китая. Например, она тоже обесценилась к доллару, конечно, не так, как рубль. Ну, то есть вкладывать в актив, который чуть получше, как рубль, нестабилен, я не стал. Арабский дирхам, очень стабильная валюта. Курс дирхама к доллару постоянного. 3,65-3,67 на протяжении 30 лет. Былая дружественная страна в России, которая не придерживается никаких конфликтов, у нее нейтралитет. Это, кстати, один из факторов, почему, например, многие россияне вкладывают именно сюда. Покупают же не только русские, едут граждане Индии. В Индии 1,4 миллиарда людей живут, 2 часа лета, им очень нравится Дубай. Как раз они покупают и лакшери-объекты, и дорогие, им нравится стиль жизни, понятная и близкая страна. Китайцев очень много, особенно из облигаций США, там из акций они выходят, так как тоже боятся, у себя не хотят деньги держать. Топейцы, у которых цены на энергоносители повысились просто, Дубай для них сейчас выгонит. Дубай здесь очень, если вы были здесь, особенно в СИЗО, посмотрите, люди, скольких национальностей здесь переплетаются. Абсолютно все, европейская, азиатская, русскоязычная. Я купил квартиру через компанию Palladium Group, ссылочка для связи, ребята, будет под этим видео. Купил новостройку, почему не вторичку, тоже объясню. Опять, с 2008 года инвестирую, ну, имею свое мнение, в принципе, имею свой опыт, который с вами поделюсь. Почему я купил новостройку, почему купил в районе GVC, почему купил здесь? Вот многие говорят, например, вторичная недвижимость, она стоит дешевле. По факту, если, конечно, смотреть на сайтах, объявлений, да, начинаете писать самые первые объявления в фейке. Вы пишете, этой недвижки нету, причем это арабы, индийцы, пакистанцы ставят эти объявления. И причем они вам могут 3-4 дня пишут, ой, нету, ой, другая цена. Да, это ладно, самый-то прикол, есть, приходите. Я так смотрел 2 недели. Я пришел 5 раз, 5 раз пришел, вот по дешевым этим объявлениям, один раз просто человек не пришел. 4 раза пришли, 2 раза опоздали. Просто мне сказали, ой, извините, эта недвижимость продалась, это, видимо, у них такой, то есть алгоритм продаж. Взять ваш телефон, поставить низкую цену, есть тот или, ой, извините, этого этажа нет, я на, нате вам, он первый, второй. Я говорю, у вас же написано там 15-й. Второе, ну, вам с этими индийцами, пакистанцами нужно заключать официальный договор, переводить деньги. Стоит ли, вам так и так понадобится брокер. Плюс за 2-2 недвижимость готовую надо полностью сумму переводить. А еще есть валютный контроль в банках Российской Федерации. И, например, на сайт застройщика это спокойно идет, на сайт гражданин, особенно из недружественной страны. Тут же есть и европейцы-владельцы, и другие. Ну, это, короче, огромный геморрой. 2 месяца потерянного времени. За это время, кстати, очень выгодный объект. На первичке потерял, вот сейчас такую вторичку. И что я получил по факту? Что? Реально нормальное объявление на вторичке стоило, ну, меньше, там, 5-10%, чем первичка. Но это, а, геморрой. Если это действительно вторичный старый дом, вам надо приходить и смотреть. Когда первичный, вы понимаете, что все будет новое. И Г, часто очень это Индия-Пакистан, и, следовательно, вам с ними надо заключать договора, переводить деньги и общаться. Если вы ведете бизнес, посчитайте это время, нервы и силы, то есть по факту экономии никакой, как по мне, потеря времени, потеря времени, которые я мог бы тратить на бизнес и зарабатывать деньги, потеря нерв-сил, еще надо по Дубаю, Дубай, не маленький, помотаться, сколько времени на такси потратили и прочий расход. Ну, почему? Например, район GVC. Видите, этот парк, от меня чуть-чуть идти, прям 3-5 минут, и еще столько же домола, общие 10 минут. Хорошее расположение. Рядом с парком, рядом с торговцем, зеленый зон. GVC такой район, вот и здесь есть в Дубае план развития метро. Там до 2030 года к 40-му, и тут должно проходить через GVC три ветки Минторо. Это не какие-то там выкладки, это официальная информация, я вставил сюда видео. СРТ – это дорожный департамент Дубая, ну, объединенных Арабских Эмират, и вот там это планы по развитию метро. В чем еще здесь фишка? Здесь не подземное метро, то есть строить под землей не надо, здесь наземное. Поэтому если оно будет возводиться, это будет возводиться максимально быстро. Когда тут появится метро, цена на квартиры может, ну, естественно, все эти триггеры очень сильно вырастет. Во-вторых, раньше GVC считался спальным районом. Я вам сейчас покажу карту. Это недалеко от Пальм-Джумейры, Дубай-Марины, Бизнес-Бея. Дубай очень сильно расстраивается. Сейчас за GVC есть. Дубай-Спорт-Сити. Там, как он, английский кластер, французский кластер. Ну, я все это покажу вам на карте. Поэтому GVC становится уже одним из районов, близким к центру Дубая. А рынок это все еще не закладывает. Доход от аренды в GVC один из самых высоких. Ну, по сравнению, по крайней мере, с Бизнес-Бея, с Дубай-Марины, там 5-6%. Здесь, например, 7, 8, 9, 8, 9, опять 7, если вы неправильно выбрали недвижимость, переплатили за нее, потом ее сложно сдать. Есть, конечно, минусы в этом районе. О них мы тоже обязательно поговорим. Например, то, что нет метро, неудобные там развязки для автомобиля. Кому-то по кругу вот эта круговая планировка не нравится. Кому-то не нравится, допустим, что там дома разного стиля стоят. Но вот эти все минусы, они уже заложены в цене. Поэтому она такая и привлекательная. Именно цена и расположение района, ну, действительно, например, в 15 минут можно доехать на машине до всего. Если появится метро, цена всего района повысится. Во-вторых, для кого эти минусы? Для меня, например, плюс, что у меня новое жилье с премиальной отделкой в 11-этажном доме. Допустим, что там стоят рядом какие-то старые дома из моего бюджета, что есть триггеры для роста. Если не будет роста, одна из самых высоких, ну, доходности от аренды, она выше, чем, ну, допустим, в таких, понятно, топовых локациях, как бизнес-бейт, GLT и так далее. А доходность от аренды в валюте. Меня это тоже устраивает. Минусы этого района, минусы этого района сегодняшний день, что здесь, как говорится, нет метро, ну, автобусы не часто ходите, и нужно ехать на машине. Но это никуда не делится, даже при этом цена растет. Например, я взял студию в своем доме, она стоила 570 тысяч дирхам. Сейчас, то есть, у меня ее забирают в 650, говорят, отдай. Ну, мне не хочется, потому что 4% еще от DLD, это сбор земельного департамента, это всегда при продаже у вас будет 4% от стоимости недвижимости. Ну, и просто зачем я купил в долгосрок? Я понимаю, для чего. Когда она больше вырастет, я ее могу сдавать в аренду. Если тут начнется просто поставить вышку в метро, цена сразу сильно вырастет. Часто спрашивают, что будет, если какой-то кризис, еще чего-то. Ну, во-первых, ну вот она у меня уже выросла. Если она упадет, ну вернется к своим. А если вообще будет совсем беда? Во-первых, надо выбирать правильные квартиры. У меня в доме 11 этажей. Я взял студию на четвертом этаже. Я взял студию, забронил, при раннем бронил экспресс of interest. Что вот тут интересно, если выходят какие-то интересные объекты, то вот они быстро достаточно разлетаются, именно в хорошей расположении. Например, квартира на четвертом этаже, студия. Там на этаже было всего 6-7 квартир. А в доме всего 11 этажей. Три бедрум, ту бедрум, ванн бедрум. То есть однокомната, и двухкомната, и трехкомната. Студия во всем доме вообще я просто честно не помню. Но было прям буквально, не знаю, может около 20, но не больше. Это 11-этажный дом. А у каждого дома в Дубае есть бассейн, тренажерный зал, парковочное место. То есть если у вас небоскреб, 45 этажей, то у вас бассейн один, а небоскреб, допустим, будет. Также и в спортзал вы придете, не позанимайтесь. Здесь у меня топовая отделка. Почему я именно взял этот объект? Премиальная отделка. Средняя цена такая же, как в районе GVC. Когда я приезжал сюда, ребята показали мне из Палладиума, записали видео. И сшел. Поясню, что такое шоу-рум, может, не все знают. Перед началом застройки, ну или как начинается только стройка, застройщик делает пример квартиры. Пример того, как будет выглядеть ваша квартира, какая там будет мебель. Если она у вас скажет, что сдается с мебелью, ведь бывает, квартира еще сдается без мебели. Какая у вас будет мебель, какой у вас будет дизайн интерьера. Вы все это можете посмотреть. Жень, мы приехали в новый апартамент, и мне прям очень нравится. Расскажи, в чем здесь особенность? Внешне это мне нравится. Ну смотри, Борис, особенность их заключается в том, что это идеальный вариант под твой бюджет, который бы я тебе предложил. Потому что ты говорил, что рассматриваешь в OneBedroom примерно 200-250 тысяч долларов. В эти деньги можно рассмотреть в целом много чего на рынке, но чтобы взять по соотношению цена-качество и выбрать какой-то идеальный вариант, то, наверное, таких не очень много проектов, которые мы могли бы тебе предложить. Вот в одном из них мы находимся сейчас. Проект будет располагаться в GVC. Это строящееся здание, сдается в 2025 году. И вот просто для примера, здесь OneBedroom со средней стоимостью квадратного метра около 3000 долларов. Можно взять отличные апартаменты, и по стоимости это будет как раз примерно 230 тысяч долларов. Причем в эти деньги ты получишь уже полностью мобилированные апартаменты с отличной отделкой, с шикарным ремонтом, системой умный дом и кучей всяких плюшек и фишек. Просто даже вот если обратить внимание на отделку, на мелочи в деталях, очень многие застройщики сейчас продают в том же самом районе GVC квартиры, которые стоят столько же, а может даже дороже, с хуже ремонтом. Кто-то без техники и уж тем более там без мебели. Здесь в эти деньги уже входит все, и таких предложений на рынке действительно немного. Забегая немного вперед, с застройщиком у нас подписаны эксклюзивные, как сказать, эксклюзивные контракты. В общем, скоро будет новый проект, и если ты не успеешь себя купить в этом, то мы обязательно тебе предложим в следующем, потому что, ну, такого качества на рынке нужно поискать за такие деньги. Вот я тебя понял, а других, что вот рынок Дубая, он такой несбалансированный. Есть очень много объектов на хайпе выше рынка, а вот бывают такие вот эксклюзивы, которые вы как раз ищите. Интересные. Я бы сказал так, что в Дубае очень много действительно, что продается на хайпе. Есть застройщики, которые на слуху у всех, эти застройщики имеют уже определенный, как сказать, такой маркетинговый уровень, который на слуху, особенно у российской публики. И я не хочу называть этих застройщиков прям по именам, но чаще всего эти деньги, которые были вложены на маркетинг, они были сэкономлены либо на качестве, либо заложены в цену. Поэтому да, ты здесь совершенно правильно сказал, что мы все-таки стараемся находить соотношение, оптимальное соотношение цены-качество, искать недооцененные проекты и вкладывать, ну скажем так, деньги наших клиентов не в то, что сейчас проще продать, а то, на чем они смогут заработать. И очень часто люди оказываются в минусе, когда они покупают что-то на хайпе уже, когда цена куда-то скакнула, а потом не могут продать. Такое тоже есть, Дубай разный. Женя, наверное, кропотливо работа искать такие объекты, могли бы тоже продавать все подряд. Слушай, ну... Такой каверзный вопрос. Да нет, вопрос на самом деле нормальный, я не буду как бы выделять и говорить, что мы там самые белые и пушистые, возможно, на рынке есть компании, которые также относятся, как и мы. Но для нас игра в долгу, это не пустые слова, мы действительно с большинством клиентов провели не одну сделку, а несколько. У нас не просто компания, которая занимается реал-эстейтом, у нас группа компаний, мы помогаем нашим клиентам в открытии счетов, релокации бизнеса, в открытии здесь различных компаний. И в целом предоставляем весь спектр услуг, в том числе и продажу недвижимости, которая была либо куплена через нас, либо не через нас. То есть мы с клиентами играем прям реально в долгую, и поэтому нам нету задачи впарить что-то сейчас, мы понимаем, что продав что-то, может быть, не очень интересное сегодня, мы потеряем этого клиента завтра. То есть наша задача, когда мы что-то предлагаем купить там даже тебе, понимать, что через какое-то время мы точно так же сможем это легко продать. То есть поэтому мы предельно открыты и нацелены на долгосрочное сотрудничество с нашими клиентами. Но пока я думал, вот как раз эти все вторички лучше бы не смотрел, блин, с этими индусами-пакистанцами, которые только обманывают. Тот объект ушел, он, кстати, был еще дешевле. У меня похожий объект, и когда они уже мне сказали, вот есть объект, вот честно, ну, хочешь, заходи, но студии действительно мало, если тебе нужна максимально та, которую ты хочешь, у меня средняя студия на этаже, там не напротив мусорного, с хорошим видом, тогда бери сейчас. Опять, вот я, если честно, думал, раньше эти уловки брокеров всякие, но опять, квартиры были и потом, но именно вот тот этаж, который мне нужен, у меня средний, то есть ни первый, ни последний. Средний этаж с хорошим видом, вот именно там, где мне нужно, во-первых, студии очень быстро разошлись все, во-вторых, даже те, которые последние, уже где-то какие-то неудобные были. Если вот вы определились, что вам какой-то, допустим, район нравится, либо вы решили, что вам для инвестиций нужно, вот после того, как я забронировал, я смотрел, какие остались юниты, то есть студии вообще быстро ушли, студии хорошие ушли моментально. Почему еще я взял на этот объект? Лимитированность. В Дубае важная, ну, как я понял, лимитированность. Поэтому, например, многие покупают таунхаус и вилл, потому что, допустим, продается дом 45-50 этажей, там куча студий. Все они разом сдаются, и все разом начинают, а, продаваться, б, сдаваться. У меня 11 этажей, студии там минимальное количество. То есть кто-то будет жить сам, ну, даже если кто-то будет сдать, это будет 1, 2, 3 конкурента, а не такой же, как у высотки. Тут еще что важно, многие, например, люди в конкретном доме ищут, допустим, снять жилье, потому что они понимают, что это хороший дом, с хорошей отделкой, допустим, им нравится бассейн, малые этажи. Даже если студия напротив продается в старом доме, сдается, ну, какую вы купите, с макбуком, с премиальной отделкой, с ЖК-телевизором, с новой мебелью или старой, ну, вот она стоит там меньше. Поэтому, ну, и снимать, естественно, то есть сдавать вы будете дороже. Проходила сделка, то есть в начале июня, вот, ребят, мне сказали, есть такой вариант, но хочешь, забронируем. Я скинул там небольшую сумму денег, это было буквально там 5 тысяч долларов, эквивалент в дирхамах, в арабских, и они забронировали эту студию, как бы мы выразили и ЕО, и экспресс of interest, что я ее хочу купить. Потом только у застройщика начались предварители продажи, я это подтвердил, внес бронь. И уже забронировалась эта квартира за мной. Только где-то в августе, в принципе, мне пришли документы уже на квартиру, и я внес первый платеж. Первый платеж был 20%. ДЛД я заплатил сразу 4%, потом 5%, 5%, 10%, что самое классное, мне нравится. 40% после сдачи квартиры идет оплата. То есть, по идее, я могу ее сейчас продавать, заплатя, там, допустим, 40, 50, 60%, и получить прибыль от той суммы, которую я вложил, не от полной суммы. Строека идет, объект не стоит. Ну, в принципе, я видел предыдущий проект этого застройщика, что они также строятся, начинаются, ну, то есть все хорошо. Я вам сказал, почему я считаю, что рынок Дубаи не на хайпе, почему он не упадет, что есть экономические показатели, что будет, если он упадет. Ну, во-первых, моя квартира выросла в цене, упадет она может к тем, что, допустим, что я вложил. Во-вторых, то есть у меня квартира лучше по рынку, поэтому мне ее будет проще продать. То есть она у меня все равно будет выше рынка стоять. Потому что я ее взял по цене средней по рынку, а качество она лучше. То есть важно правильно выбирать объект. Подписывайтесь на телеграм-канал, там как раз вот выкладываются такие варианты, о которых я вам рассказываю. То есть те варианты интересных инвестиций. Опять мы не можем предугадать ситуацию, рынок. Я не могу гарантироваться сто процентов, что все будет расти. Я считаю с очень большой вероятностью, что да, а что будет, если упадет? А вот недвижимость как раз сохраняет ваш день. Вы можете ее задавать в аренду. Даже аренда упадет, но будет она не девять процентов, учитывая мою локацию, мой, скажем так, то, что у меня будет внутри. Я считаю, что она будет выше рынка. Например, тут семь-восемь, я буду девять. Что если аренда упадет, будет у меня шесть процентов годовых в валюте. Поэтому я для себя рассматриваю, как хороший сценарий. Построит метро, квартира взлетит. Средний сценарий будет расти в среднем по рынку. Там шесть процентов отыгрываю уровень инфляции. Замечательно. Там десять процентов годовых. Пусть не будет там этих иксов, которые люди обещают. Плохой сценарий. Останется цена такой же, но я ее сдаю в аренду. Пусть даже не девять, не восемь процентов годовых, а шесть в валюте. Это я считаю лучше, чем в рубле. Я покупал валюту, когда стоило там шестьдесят пять, семьдесят рублей. Сейчас уже под сто. Кстати, вот такой хороший момент. Перед выборами могут валюту опустить. Там до девяносто, до восьмидесяти пяти. Вот это прямо отличный момент. Если у меня будут свободные средства опять, чтобы переложить деньги из рублей в валюту. Потому что потом никаких предпосылок нет. Нефть сейчас на хаях. Если нефть упадет, пойдет в валюту. Экспортеров обязали продавать валютную выручку, причем шесть месяцев. Шесть месяцев кончится после президентских выборов. Не будут они продать, опять упадет в валюту. Способов сохранения капитала в валюте, получения стабильного дохода в валюте, сохранения денег в дружественной стране. Но при всем при этом очень важно правильно выбирать объекты. Давайте я вам дам совет, как правильно выбирать объект. Выбирайте объект, который интересен. Чем-то интересен. Цена, ниже рынка. Допустим, среди цена такая же, как по рынку, но внутренней отделкой качества самого объекта или квартиры лучше. Лимитированность. У меня, например, лимитированность от 11 этажей и небольшое количество студий, а рядом просто расположены парки. Но есть тут, конечно, стройки, но в парках не будут делать стройки. Возможные триггеры для роста. Вот как раз они вам могут дать большой рост в цене. У меня, как я это вижу, под простройкой проведения ветки метро, недооцененность самого района GVC, так как он уже становится не спальным, я вам показывал карту, а достаточно близко расположен к центрам. А доходность от аренды, что будет, если, например, рыда, круг, самые плохие показатели упадет, сколько вы будете получать от аренды. Опять здесь мне доходность от аренды нравится. Еще бы я добавил. Нужно работать с тем, с кем вы доверяете. Посмотрите мои видео на этом канале. Также я его укладываю на основном канале visasam.ru с ребятами из компании Palladium. Если вам понравится их точка зрения, то обращайтесь. Ссылочка под этим видео. Они подбирают именно вот такие интересные, лимитированные объекты, которые на рынке действительно надо искать. Ездить по всем этим локациям, смотреть, а что тут рядом. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И до встречи в следующих видео.